Ассаляму алейкум урахматуллахи в баракату. Хотел сказать несколько слов о трагедии в Новой Зеландии. На эту тему мне приходит на ум хадис о мальчике и царе. Если хотите этот хадис узнать, просто в поиске наберите. Хадис о мальчике и короле. Это длинный-длинный хадис. В конце той истории мальчик сказал ему, если ты хочешь меня убить, то должен сказать бисмиллях. И он убил его. И когда он его убил, религия Аллаха распространилась. Это удивительная история, длинная. Времени всю её рассказывать нет. Но суть в том, что он думал, что если он его убьёт, то на корню остановит религию. Но сделав это, субханаллах, люди наоборот начали приходить к вере. После того, как он стал мучеником, хоть он и кидал людей в огонь, они всё равно хотели продолжать верить в ислам, в свою религию. И ещё один момент приходит на ум. Субханаллах. Вот думаешь, в хадисе пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, сказал, перед судным днём, в конце времён, наступят такие времена, когда в мире будет разделение между мусульманами и христианами. Опять же, смотрите, мы уважительно относимся ко всем христианам, хотя есть и христиане-экстремисты. Мы вот, например, ожидаем, чтобы все уважали мусульман, хотя среди них есть экстремисты. То есть есть экстремисты на стороне мусульман и на стороне христиан. И опять же, по поводу всего произошедшего, здесь, как получается, многие упускают кое-какой момент. Некоторые из ультраправых на самом деле цитируют Библию. И мусульмане на сегодняшний день есть террористы. И они тоже цитируют Коран. И как получается? Пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, говорил вот о чём. Что наступит большое разделение. И во многом оно основано на вере. Глубоко в основе этого лежит вера. Можете сказать, И опять же, пожалуйста, где-то 99% мусульман и 99% христиан не хотят никого убивать. Позвольте мне это подчеркнуть. Но экстремисты что делают? Они воюют между собой, образуя это большое разногласие. А страдают обычные люди. Кому-то симпатичны мусульмане, кому-то несимпатичны мусульмане. И ведь видно же, субханаллах, настали времена, о которых говорил пророк, салли Аллаху алейхи ва салям. Пришло это самое разногласие. Это происходит. Есть люди, которые любят мусульман. Но то есть они им сочувствуют. Ведь они порой становятся жертвами. Страдают. А есть люди, которые ненавидят мусульман. Они их видят как преступников. И другой момент видно во многих хадисах. Что ближе к концу времён будет много убийств. Это хадис из Сахиха Бухари. До такой степени, что пророк сказал, что убийца не будет даже знать, зачем он убивает. Причист великий Аллах. Мы живём в это время. Возможно. Опять же, я говорю возможно. Ведь не хочу утверждать, что это именно то время. Но возможно, речь шла о нашем времени. Если это то время, то тогда это время приведёт к большой нестабильности на земле. Но в итоге мусульмане достигли определённого прогресса. И в конце концов можно услышать об имаме Махди, о его приходе. Да помилует его Аллах. Но вот что интересно. С одной стороны, происходит такое. Но глубоко внутри мы видим, что одни цитируют стихи из Библии, с одной стороны. И аяты Корана, с другой стороны. Посланник Аллаха сказал, что эти разногласия усилятся однажды. Некоторые из них объединятся. Наступит такое время, когда христиане и мусульмане поладят. Некоторые христиане, те, которые симпатизируют мусульманам. Но будет другое разногласие. Ведь они будут говорить, мы хотим сражаться за Коран. А другие скажут, мы хотим сражаться за Крест. Так вот, вера лежит здесь, глубоко в основе. И я действительно надеюсь, хвала Аллаху, после этой трагедии в Новой Зеландии многое симпатии начало исходить от христиан к мусульманам. Так же, как и мы симпатизируем. Опять же, как я говорил, 99% мусульман симпатизируют любому нормальному гражданину. Будь то иудей, христианин. Люди ладят в повседневной жизни. И когда кто-то забирает невинные жизни, это неправильно, со всех сторон. Но интересно вот что. В итоге, что происходит? Приходят большие группы. И они террористы. Ультраправые террористы. Можете их называть одинокими волками. У них свой отличительный образ мышления. Считают, что белые лучше. И опять же, речь о маленьком проценте белых. Большинство белых нормальные. Но маленький процент из них считают, что не должно быть людей других национальностей рядом. Чтоб не приходили они. Чтоб не заселяли земли. Чтоб рабочие места не занимали. Не любят люди, мигрантов. Но есть ещё такое. Из-за того, что вот уже пару десятилетий медиа много говорят об исламе. Плохо говорят о нём. Многие политики плохо говорят об исламе. И всё это они распространяют в массы. Тогда беды и наступают. Неудивительно. Вы спрашиваете, откуда всё это приходит? Да ладно вам. Даже если посмотреть на корни Талибана. Их тренировали ЦРУ. Вы не можете сказать, что они к этому руку не приложили. Вы их тренировали. Саддам — это бывший ЦРУшник. Это выяснилось серьёзно. Саддам был бывшим ЦРУшником. Беспорядок начался, потому что Америка утратила контроль. Но здесь суть в чём? Есть две крайности. А мы хотим избежать крайностей. Мы хотим оставаться в рамках того, что для всех хорошо. Но не надо утаивать факт, что серьёзную проблему несёт идея о превосходстве белых. Что якобы белые — это элита. Из-за этого они не хотят, чтобы с ними рядом были люди коричневого или чёрного цвета кожи. Так они размышляют. Белые хотят быть на вершине. Так же, как и некоторые мусульмане убивают, чтобы их религия оказалась на высоте. Точно такое же есть и с другой стороны. То есть это аналогичное явление. Есть две крайности, и от обеих надо держаться подальше. Вот об этом я хотел вам сказать. О мальчике и короле, как люди пришли в ислам из-за этого. И какое происходит разделение, и какие мысли в головах у экстремистов. Хотел сказать о том, что может произойти при дальнейшем разделении между последователями этих вер молим Аллаха о лучшем. Пусть всемогущий великий Аллах даст нам лучшее будущее. Джазак Мулаху Хайрон.